Серьезнейшее усиление на этой трансляции я приветствую в эфире двукратную чемпионку мира Евгения Медведева. Женя, привет! Тоже здесь несколько дней. Добрый вечер! Для начала, наверное, начну с того, что для меня это очень необычный опыт находиться здесь, на комментаторской позиции вместе с тобой, Илья. Я обычно комментирую соревнования по фигурному катанию. И, конечно, у нас есть рубрика «футбольное катание», но все-таки очень разнятся такие виды спорта, как фигурное катание и футбол. В футболе ты в порядке. Но я втянулась, должна сказать, наверное, за последний год точно. Но если сравнивать сборы фигуристов и футболистов, у нас, наверное, более интенсивно все проходит. То есть для нас сборы в Новогорске на протяжении шести лет подряд. Я лично туда ездила со своими тренерами. Для нас это были некие мучения. Но, как говорится, тяжело в мучении, легко в бою. И для нас действительно выезд какой-то на соревновании. Это снижение нагрузок. И мы прям выдыхали. Думаю, наконец-то 2-3 дня спокойных можно выспаться. Безусловно, я уже воспринимаю поездку на сборы «Динамовцев» как такую ежегодную традицию. Пару раз в год точно на несколько дней прилетаю. Слежу за прогрессом в основном. Но, как говорится, если ты не хочешь работать всю свою жизнь, найди себе работу по душе. Поэтому мне здорово здесь находиться, особенно зимой, когда у нас холодно. А здесь тепло, солнце и целое поле мужчин. Луис Чавес может слева зарядить, что и делает. Удар 1-1. Просто брависсимо. Первый гол московского «Динамо» в 2024 году забивает полузащитник из Мексики Луис Чавес. Жень, если бы в футболе можно было выставлять оценки как в фигурном катании, какие бы сейчас оценки увидел Луис Чавес? Абсолютно точно 6-0. Красивый гол получился. Марцел Личко – главный тренер московского «Динамо». Он много где жил. Во-вторых, он разговаривает на многих языках. И все знают, что в составе «Динамо» очень такие разношерстные ребята. Кто-то разговаривает на английском, кто-то разговаривает на испанском. В основном на русском все общаются. И он со всеми участниками разговаривает на их родном языке. То есть испанский – значит, на испанском будет он с ними разговаривать. Английский – прекрасный английский. В общем, очень интересно с эрудированными людьми общаться. Защитника 2 в 1. Забивай, Шупаев! Заострили с тобой внимание на Александре Чупаеве, 38-м. Я же говорю, много ошибок, много побед будет. Скажи, ты сегодня впервые находишься в роли футбольного комментатора. Насколько необычно по сравнению с твоим видом спорта, с фигурным катаком? Конечно, необычно. Но я нашла единственное общее, наверное, что есть какие-то моменты, где мы можем сесть и разговориться с тобой на отвлеченные темы. А есть моменты, на которых нужно держать ухо и глаза в астро, чтобы не пропустить ни единого движения. И, наверное, это единственное, что есть общего между фигурным катанием и футболом в комментировании конкретно. Не настолько уверенно я, конечно, себя чувствую на комментаторской футбольной позиции, нежели на своей привычной. Во втором тайме мне уже немного полегче. Спасибо большое тебе, Илья, за поддержку. Спасибо тебе большое, что уделила внимание Динамо ТВ и поучаствовала в новой для себя роли. Динамо ТВ Динамо ТВ Субтитры подогнал «Симон»